Мы, 105-я воздушно-десантная, в годы войны она была переформирована 105-ю стрелковую, дислоцировались мы в Марьиной горке. За освобождение венгерских городов от немецко-фашистских захватчиков дивизия получила почетное наименование «Краснознаменная». Затем за освобождение столицы Австрии – Венская. Славных моментов в истории этого воинского соединения немало. Музейные стенды лишь вкратце рассказывают о них. 10 ноября 38-я бригада отметила свой юбилей – 40 лет со дня основания. Именно с этого момента 105-я гвардейская воздушно-десантная дивизия получила новое название и постоянную прописку в Бресте. История нашего соединения на этом не остановилась, она продолжается. И в прошлом году наше соединение было признано лучшим соединением вооруженных сил. Приказом министра обороны нашему соединению было присвоено еще одно почетное новое, Брестское. Ну и сейчас мы номинуемся как 38-я именно Брестская, отдельная гвардейская, десантно-штурмовая, Венская «Краснознаменная» бригада. В прошлом году именно 38-я бригада была признана лучшей в вооруженных силах Беларуси. Все это вместе с приближающимся юбилеем Великой Победы и стало поводом для еще одного почетного наименования. Мы, во-первых, понимаем всю значимость и честь, которую нам доверили. Мы понимаем весь груз ответственности, который лежит на том, что в истории суверенной Беларуси впервые из воинских частей было присвоено кому-то почетное новое. Мы гордимся тем, что это было сделано нам, нашему соединению. Сегодня 38-я бригада – это около 2000 военнослужащих. Их характер и умения формируются во время ежедневной отработки физических и тактических навыков. Летом бригада принимала два международных соревнования – конкурс «Снайперский рубеж» и «Полярная звезда» в рамках международных армейских игр 2019. Но и на 2020 год планы серьезные. Впереди множество учений, среди которых есть и совместные с Китаем.